Я прошу прощения, потому что не мало черт на лекцию, потому что, когда мы заезжали по зданию самолет, моя лекция должна быть первая. Поэтому сейчас я вступлю перед вами, но прошу прощения, потому что слайдов на болгарский язык, а я попрошу им переведить. В общем, это презентация, есть на постер, который находится рядом и который постер на английском языке. Итак, все усилия всех онкологов, всем мире в одну пыску, чтобы обеспечить хороший уровень лечения зеркала, которого это выживаемость. Если у вас хорошая выживаемость, то тогда вы на правильном пути. Чтобы была хорошая выживаемость, должно быть соблюдать всех правил лечения, диагностика лечения и все остальное, которые могут дать вам самых лучших результатов. Когда мы это получаем, то значит, что мы на дороге, которая ведет к правду. А как на каждой дороге, если провела движение, и каждый из нас знает, что нельзя пересекать на красный свет. Насколько это опасно, мы, наш коллектив, попробуем сейчас вам показать. Итак, эффект комплексного лечения пациентов с ракомолочной железы, который перевел в Национальный центр онкологии Софии, Болгарии, периода 2009-2011 года. Это не случайно, потому что нам было минимум 3-3 лет, чтобы оценить выживаемость и чтобы обработать данные. В Болгарии доля ракомолочной железы 27,3% – это более чем четверть всех онкологических заболеваний у женщин. Факторы, которые влияют в выживаемость пациента – это, безусловно, ранняя диагностика, это, безусловно, социально-экономический статус пациента и доступ пациента к квалифицированному онкологическому помощи. Правильная приценка комплексного лечения, который базируется на прослежениях и базируется на стандартов и возможностях здоровых заведений, что бы оно имело возможность осуществить от этого лечения. Усилия всем общества, мировым общества, чтобы создать и рядовно актуализировать стандарты комплексного поведения ракомолочной железы и следят для их приложения, базируя кисе разных индикаторов. В Болгарии основа стандартов были в 1950 году, которые разработали в Институте онкологии, а потом в разных усовершенствованиях последние 2013 год, которые соображены световыми стандарты и приложениями. Результаты европейские поручения показывают, что вариации между отдельных государств, которые соблюдают стандарты, варьируют около 70%. Я прошу вам запомнить эту цифру. Наша цель. Ступень спазвания или предохранения стандартов на выживаемость в Болгарии. Материалы, которые мы использовали, это 1505 пациентов, которые диагностированы и лечили по стандарт периода 2009-2011 год и провели хирургичное лечение и базирование данных националных раковых регистр. Это представляет извадка 14,3%, а всем 10500 диагностированы в этот период в государстве. Мы поделили всех учреждений здравоохранения, которые делают лечение ракомолочной железы. Это первая группа – национальный центр онкологии, вторая – университетские больницы, третий – комплексные онкологические центры, которые базированы на бывших онкоцентрах и другие здравоохранения, которые занимаются с этим проблемой. Степень основания, чтобы хранить стандарты – это мы делили на 8 основных индикаторов. Первый – ранний рак, молочные железы, у которых совершена органо-сохраняющая операция и лучи лечения. Второе – мастектомия с последующие лучи лечения. Третье – отдаление и исследование более 10 лимфатических узлов во время операции. Четвертое – исследование трех рецепторов – эстроген, прогестерон и ХР2. Пет – морфологическая верификация тумора. Шест – проведение химиотерапии при позитивных лимфатических узлах после операции. Восьмое – проведение хормонотерапии при эстроген и прогестерон положительный статус. И седьмое и восьмое – проведена таргетна терапия с ГР2 рецепторов. Статистические методы вам хорошо известны – это Лев Тейбл метод с анализ преживаяемость, коксорегрессия, и все пациенты с актуализированным виталным статусом 1 января 2016 года. Результаты наших усилий – это распределение следующим видом. Тот уровень – это четыре центра, которые проводят лечение. Это Национальный центр онкологии, онкологические больницы, онкоцентровые и другие. Когда мы рассматривали возраст, оказалось, что одинаковые возраст 50-69 год пациента, а вторая частота – это более 70 лет. Это исключает возможность, чтобы делать выбор пациентов по возрасте. Второе – морфологический вид. Первый из всех показателей – это дукталный картином. Второе – лобулярный картином. Это интересные других видов, которые в центре онкологии где-то занимают 30,8%, а других – меньше. Это говорит о диагностических возможных патологоанатомических звен. Грейт приблизительно одинаковый у всех. Т1 – это ранные стадии. Центр онкологии – значит 32,9%, 27%, 23%, 24%. Эстроген положительных рецепторов 76, 74% приблизительно одинаковый, как и прогестерон положительный, тоже одинаковый. ХР2-рецепторы отрицательные в больших случаях, но приблизительно одинаковый статистический зависимость. И сейчас мы проследим индикаторы, которые связаны с том, что в разных госпиталях, что творится по этих 8 индикаторов. Процент собладания – это органно-сохраняющая операция с последующей лучевой терапией, это ранные стадии, 62% в центре онкологии, университетские госпитали – 38, 40, 32%. Мастектомия – последующая лучевая терапия 59, 41, 60, 41. Остранение 10 и больше лимфатических узлов – 78, 60, 68, 74. Исследование гормональных рецепторов – это 83, 89, 91, 90. Морфологические доказательства, конечно, 100%. Проведение терапии при химиотерапии при положительных лимфатических узлов – 89, 74, 77, 74. Проведение хормональной терапии – это 79, 73, 81, 76. И проведение таргетной терапии за ближите 62 центра онкологии на 14, 19, 22. В конце концов получилось, что общая ступень сохранения стандартов в онкологические центры – 75, 80, на других – 61, 67, 63. Трехгадишния выживаемость в центре онкологии – 92, 80, 80, 84. И риск смерти двое выше других заведений, приблизительно двое выше, чем центр онкологии. Когда мы это выразили в таблиц, то получилось, что результаты центра онкологии получаются существенная разлика на выживаемость. А когда оценили риск от смерти, центр онкологии имел в двух раз меньше, чем в университетских больницах, скажем, или других. Когда мы задали себе вопрос, куда мы, это в мире, куда мы находимся, то, что получили как результат Еврокия-3, доступные данные Еврокия-2, акушерогенекологическая общность Германии, Италии и Белгия, получилось то, что органосохраняющая операция при пациентах рак молочный, или же в раннам стадия, являются 45,5 за Българии, 55, 22,6, 60, 68, 41. Астранение 10 и более лимфатических узлов – 68,5, 68,8 за других ният данных. Изследвания естроген-рецепторов – 88,6, 80 за Германии. Кимиотерапия при положительни лимфатических узлов – 63, 82, 90, 100. Хормонотерапия – 77,4 на 55, 62, 88. Таргетное лечение – 20, 4 на единственни данни – Германия 2, 0. И морфологически диагностика – 100%, уточнен стадий – 76, 92, 83, 95, 73. В момент идёт проучивание Еврокия-5, который имеет тоже самая задача степень сохранения медицинских стандартов сред государства в Европа, где там участвует и България, да нищо не готовы. В заключение, полученных результат показывает, что сравнительно высокая степень 75,8. Сохранение стандартов комплексного лечения на пациента с рак на молочные железы в Центре по онкологии осигуряет очень хорошие трёхлетные выживаемости 92,1, сравним со среднее для Европы 89,0. Это данные Еврокияр-5. Итак, в заключение, всё, что мы творим, это ради пациентов. А пациент будет хорошо, если у него длительная продолжительность. То есть, значит, мы совершили наше дело и мы направили этот путь. Я благодарю вам для внимания и хочу сказать еще один раз – не пересекайте на красный свет опасные улицы. Спасибо. Хорошо, большое спасибо. Вы уложились во время. У нас есть время на вопросы. Мы можем позволить вам задать вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Я по-русски, вы же поймёте, да? Я правильно поняла, что у вас существуют стандарты по лечению рака молочной железы? Да. А почему не все клиники соблюдают, предположим? Вы сами доказали, что при соблюдении стандартов выживаемости и продолжительность жизни лучше. Я хотя бы одну строчку уловила, что таргетную терапию получали не все. Почему? Значит, это очень хороший вопрос. Спасибо. Наша презентация имела цель только одна – чтобы показать, где мы в стране и где мы вне страны. Стандарты – это стандарты, но у них нет законодательной обязательности. И когда есть законодательная обязательность, тогда дело будет другое. Сейчас у нас только пожелательность. И когда вчера была презентация, я задал тот же самый вопрос Наде Димитровой. Она сказала, что как представитель и заместитель председателя европейских раковых регистров, она сказала, что нет на нынешнем этапе законодательства, что будет обязательно спазывание этих стандартов. Я с болью вам скажу из моего примера, что год тому назад я получил болгарскую женщину, которая лечила в Соединенных Штатах Америки, эпикриз. Обычно эпикриз пространяется в 3-4 машинописных страниц. У нее были 10, но в двух сторонах. И когда начал читать, я с удивлением установил, что каждое медицинское действие, оно есть код. Какой-то код, например, аббревиатура А, Б, С и подразделение. И я стыдно установил, что может быть эта классификация, которую я не знаю. А когда установил истину, это код для судебных заседателей. Если пациент предъявит претензию к лечебному экипу или частному хирургу, судебные заседатели, которые не медицинские лица, они должны смотреть по сторонам, по буква для буквы, если выполнен стандарт. Если выполнен стандарт, им понятно, и они оправдают лечение этого пациента. Если не выполнен стандарт, тогда бокс этого, который судит его. А суд – это страшное дело. Суд – это моральный, прежде всего, и это профессиональный. Хорошо, еще вопросы? У меня есть вопрос. Вы рассказали о стандартах лечения. И еще рассказали о том, что если доктор не следует стандартным лечениям, то результаты будут плохими. А можете сказать, процент тех, кто пациентов или доктора, когда не следует прописанным стандартным лечениям. Потому что если пациент чем-то недоволен, то он либо проявляет свое недовольство прямо в госпитале, либо, допустим, даже до драка, вплоть до драка, и это освещает пресса. Скажите, а пациент как реагирует? Он в суд подает или есть какие-то прям конфликты открытые? Я знаю, в Америке, конечно, чаще всего в суд обращаются. Там огромное количество судебных процессов против докторов. И именно поэтому у докторов самая высокая страховка в стране. Ее очень дорого получить. А у Вас какова ситуация? Спасибо для Вашего вопроса. Я хотел сказать то, что мы говорим 78% сохранения стандартов. Значит, остальные, ну как и госпитали, как и врачи, это является с другой стороны. Это не собладание стандартное, значит, всего ошибка в лечении пациентов. Это, ну, как сказать, смертельная ошибка. Это может быть приценка, будет или не быть химиотерапия. Это может быть приценка, будет или не быть лучевая терапия. Это может быть приценка объема операции. Это может быть приценка объема операции после неодевантной химиотерапии. может быть оказалось и отказание пациентов, чтобы лечиться по предписанию, потому что в национальный раковый регистр поступают данные, если он сделал или не сделал, то нет подробностей. На нынешний этап в Болгарии есть единая информационная система, там более подробно, чем это пилотное поручивание на группу, оказывало действие. Что касается драка, драки не были, но я сейчас призван как свидетель одного дела, это для меня первое, молодая женщина, у которой обнаружили опухоль молочной железы, предложили одномоментную мастектомию с пластиком. Когда сделали пластик, оказывалось, что на тройный хистологический препарат нет опухоли, то есть на дрилбиопсии было какое-то сомнение, а потом не было. И сейчас мне должно разобраться все это и обеспечить и право пациентов, и право врачей, которые осланили сыну, скажем, на срочное исследование. Еще один вопрос, да? Я понимаю, насколько важно иметь стандарты, и особенно, как важно следовать правильным стандартам, насколько жесткими являются эти стандарты, и как они, может быть, допустим, они насаждаются слишком жестко. Может быть, есть какие-то дополнительные обстоятельства, которые вдруг возникают, и случаются, допустим, сами пациенты не могут следовать рекомендуемым практикам, либо, допустим, в удаленных областях сложно выполнить. Откоммертируйте, насколько гибкой или, наоборот, жесткой является эта система по соблюдению стандартов. После 1989 года у нас вступила национальная касса здравоохранения, которая оплачивала лечение. Она поставила на своих условиях. Они были очень длительные, несовершенны и так далее, и так далее. Но это является одним из основных регуляционных механизмов Болгарии. Кроме этого, у нас были стандарты, вы их увидели, в 1950-х годах. И я из того поколения, которое и разработало стандарты, и популяризировало их. У нас прежде была четкая организация здравоохранения, которые имели право лечить этих пациентов. Это в основных возможностях лучевая химиотерапия, возможностях специалистов и возможностях реакции. Сейчас все новые госпитали, которые появляются, хотят лечить онкологические заболевания. И поэтому национальная касса здравоохранения поставила вопрос, чтобы каждый пациент перед лечением зайти на комиссию специалистов, которые определят его лечение в общем, а после оперативное лечение, что будет потом. Но я хотел вам припомнить эту цифру, что в Европе где-то 70% это охранение или соблюдение стандартов. Значит, 30% это проблема для Европы. В Болгарии чуть-чуть меньше, ну скажем, там 22%, но все равно это процент. Мы хотели с этой презентации и вам, и нам в Болгарии помочь, чтобы разобраться и чтобы соблюдать эти правила, потому что это я еще раз подтверждаю мораль лечения онкологов. Хорошо, спасибо большое.